Ольга Романовна регулярно покупает овощи и фрукты, особенно по осени, когда витаминов организму не хватает. Но на этот раз от любимых персиков москвичке пришлось отказаться. Подорожало, в принципе, все, на мой взгляд. Конечно, допустим, ходовые, типа капусты, лук, там, ну, такое для нас полезные продукты, овощи, они ненамного повысились. А есть фрукты, которые мы просто элементарно не покупаем. Вот, ну, где-то 50-70 рублей, есть где-то 20, но ничего смысла не меняется. Все равно ведь рассчитываешь свой бюджет. Эхо недавних беспорядков в западном Бирюлеве ударило по карманам остальных москвичей. Овощи базы, которые закрыли по требованию местных жителей, обеспечивала столичный рынок фруктов, зелени и овощей на 40%. Не пострадали, пожалуй, только крупные ритейлы. У них поставки происходят напрямую. Без товара же остались мелкие сети и небольшие магазины, те, что в шаговой доступности. Им теперь придется закупать дары природы в других местах и, соответственно, уже по другой стоимости. Цены на плодовощную продукцию повышены в различных местах от 20 до 50%. То есть нанесен чудовищный удар по кошельку москвичей. Закрытие крупнейшей в Москве овощи базы, вероятно, войдет в историю и, возможно, с криминальным окрасом. Сегодня только ленивый не видит в произошедшем призрачную лапу российской коррупции. Совершены совершенно беспрецедентные действия, направленные на дальнейшую монополизацию оборота плодовощной продукции. И я не удивлюсь, если следствие, которое ведет сейчас по этому делу, выяснит, что те люди, которые организовывали погромы, и те люди, которые активно инспирировали закрытие плодовощной базы, что они получали деньги из одного и того же источника. Константин Руденко поставляет фрукты на российские рынки более 15 лет. За это время он повидал многое и уверен, что Бирюлевская база закрылась навсегда. Это политическое решение. И оно связано как раз, может быть, с новой волной политических, может быть, изменений. Но это будет своеобразный передел рынка. Ликвидация крупнейшего поставщика овощей, фруктов и зелени для столичного региона – возможная тема для длительных политических дебатов. Однако москвичей сегодня волнует другой вопрос – насколько сильно на их семейном бюджете отразятся игры «бизнес воротил». Крупные торговые сети, например, рапортуют о том, что в их магазинах цены на овощи и фрукты не вырастут. Представители московских ресторанов и рынков терять постоянных клиентов из-за политических дрязг тоже не намерены. Мы, администрация торгового комплекса, также следим за тем, чтобы этого ненужного повышения цен для наших покупателей нет. Есть еще Дорогомиловский рынок. Мы оттуда можем покупать, а некоторые вещи и с тачкентами покупаем оттуда. У нас свои поставщики есть. Внезапное закрытие Бирюлевской базы ударило не только по карманам москвичей, но и негативно отразилось на транспортной ситуации в городе. Пробки теперь даже там, где их никогда не было, груженные овощами фуры, застряли на столичных улицах в поисках новых точек сбыта. Андрей Заокский, Ярослав Ярославцев, Даниил Витковский, Александр Артемов. Москва. Телеканал 16.12. Москва. Телеканал 16.12.